Здравствуйте, я Липатов Кирилл Сергеевич, главный врач клинической больницы номер 2 Приволжского окружного медицинского центра. Наше лечебное учреждение представляет собой федеральное медицинское учреждение. В структуре федерального медико-биологического агентства расположено в основном головной филиал на территории Нижнего Новгорода. Лечебное учреждение, которое занимается оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, а наша клиническая больница занимается во многом и реабилитационной помощи, оказанием пациентам реабилитационной помощи. Экзоскелетная технология появилась у нас год назад, появилась у нас в 2017 году. Мы отдали свое предпочтение одному единственному экзоскелету, собственно другому мы не могли отдать никакого предпочтения, поскольку мы практическое лечебное учреждение считали технологию экзоскелета как технологию реабилитационную, и единственный экзоскелет, который имел регистрационное удостоверение и мог абсолютно легитимно применяться клинической практике был экзоатлет собственно поэтому вот год мы уже дружим с экзоатлетом мы работаем с ним абсолютно практически каждый день у нас происходит два-три занятия с нашими пилотами на сегодня уже прошло 25 таких человек 25 пилотов с различными абсолютный уровень повреждений прежде всего мы запинаем занимаемся пациентами со спинальной травмой в том числе у нас есть люди с уровнем поражения шейным это достаточно тяжелая история с точки зрения реабилитация и сложные серьезные технологии с точки зрения погружения в экзоскелет но мы считаем в общем это абсолютно перспективно потому что получили хорошие позитивные клинические результаты мы считаем что экзоскелет данном случае в нашем учреждении имеет абсолютно практическую цель потому что мы с точки зрения уже его применения в реальной практике изучаем на сегодняшний день вот эту новую инновационную технологию именно как практическую это как вот художник который например там нарисовал часть картины до отходит немножко назад и смотрит на нее с точки зрения того что у него получилось вот мы как бы для производителя наверное тот самый шаг назад немножко в сторону немножко назад для того чтобы посмотреть со стороны как это на самом деле сейчас на сегодняшний день можно принять практике ну и соответственно двигаться совместно дальше для того чтобы разрабатывать усовершенствовать эту технологию погружать новые группы туда новой категории пациентов и собственно давать людям возможность реабилитировать при помощи современных инновационных методов технологий пока это вот такие некие шаги назад для того чтобы посмотреть на картинку как она собирается постольку поскольку к сожалению мы не можем представить например такого хорошего статистически обработанного анализа до валидизированный какой-то картинки с точки зрения применения технологии просто пилотов немного и мы только-только вот в самом как бы изучение практическом клиническом изучении вот такого прибора но тем не менее у нас безусловно есть очень хорошая история связанные с эмоциональная с эмоциональной оценкой пилотами вот этой технологии потому что конечно возможность у сидячего пациента постоянно сидячего пациента вертикализироваться достать там я не знаю там с полки там что-то там подать руку вертикальном положении это очень хорошая эмоциональная история которую мы тоже там пытались даже оценить при помощи неких специальных опросников и получали в общем достоверные результаты это некие победы с точки зрения там улучшения контроля функции тазовых органов снижение уровня артериального давления постольку поскольку такое состояние вот с клинической точки зрения вертикальные до помогает во всем этом мы получаем пока набираем как раз ту самую информацию которая потом поможет это все дело обработать статистически собственно получить наверное действительно реальные клинические примеры эффективности этой технологии мы работаем с нашими пациентами в рамках обязательного медицинского страхования и собственно наша практика показывает что сам по себе пациент спинальник он безусловно заинтересован в амбулаторной технологии он заинтересован приезжать уделять какое-то время прохождению процедур реабилитационных в том числе тренировка в экзоскелете и уезжать в сторону дома так вот к сожалению такая особенность его патологии да что в общем больше времени ему конечно удобнее привычнее правильнее проводить домашних условиях хотя в нашей больнице присутствуют пациенты которые приезжать нам из других регионов тогда да безусловно это уже некая стационарная технология третий этап реабилитации амбулаторная на базе клиники в рамках дниссар дневного пребывания мы считали в общем предводили некие статистические данные нас получается что это все таки для эффективности не менее 10 тренировок это должно быть не менее 10 тренировок безусловно нас были истории когда по каким-то причинам мы вынуждены были прерывать тренировочный цикл но тренировочный цикл это действительно реально 10 тренировок у мэс не лимитирует нас в днях пребывания на сегодняшний день как бы вот основа что ли оплаты вот этого случая по клиникостатической группе но по крайней мере в нашей области но она основана на федеральных стандартах в общем-то оплата она базируется на конечной стоимости законченного случая и неком минимальном пребывании пациента поэтому конечно безусловно дальше мы уже концентрируемся на эффективности этих реабилитационных мероприятий поэтому можем проводить и 10 и 11 и 12 процедур но в среднем это 10 поскольку собственно и большая протяженность тоже она уже дальше снижает эффект от вот этих вот тренировок и пациенту нужно какое-то временное восстановление в общем сама технология в принципе она вполне может имплементироваться вот в сегодняшнюю существующую систему оплаты безусловно мы испытываем некий дефицит постольку поскольку любой из пациентов которые у нас появляется он не заинтересован только лишь в одной технологии связанной с экзоскелетом заинтересован в неком комплексе реабилитационных мероприятий которые безусловно как бы определяют эту стоимость этой клиникостатической группы поэтому конечно наверное речь идет о неком пересмотре что ли может быть этого тарифа в сторону увеличения потому что амбулаторный тариф они конечно значимо ниже чем стационарные стационарные тоже в общем я описал те случаи когда люди у нас лежат стационарно больше другом другие другие варианты не имеют смысла их например нахождение в стационарных условиях да поэтому за счет того что они находят стационаре удорожать технологии не нужно то есть нужен просто как бы пересмотр может быть вот непосредственно стоимости амбулаторной группы с точки зрения самой может быть технология это может быть несколько уходя в сторону от вопроса про обязательно медицинское страхование но мы проводили опросы я очень люблю про дело искать стаж мы проводили опроса и пилотов если тут смотрите у нас две раз разные вещи разных два разных взгляда на технологии экзоскелета есть технологию взят врачебные и он говорит о том что в рамках вот медицинское учреждение технологии экзоскелета должна усложняться это то что мы сегодня видели на конференции это различные виды контроля это различные вида датчиков это различные применения дополнительных методика как-то То есть стимуляция, миостимуляция, стимуляция спинного мозга, виртуальная реальность и так далее. Это усложнение технологии, это стационарная история. А вот сами по себе пилоты, сами по себе пациенты, ну спинальники, я сейчас про спинальников говорю, да, они как раз просят упрощение технологии, они просят более простое приспособление, они просят менее громоздкий сам аппарат, поскольку, чтобы это можно было проходить в проемы дверные, используйте в домашних условиях, при этом они не просят, например, какого-то такого устройства, которое бы реально заместило им жизнь полностью, они просят некий вертикализатор, который можно будет использовать в домашних условиях, в офисных условиях, для того, чтобы пройти на кухню, что-то там снять с полки со второй, вот то, которое снимает человек с обычным ростом, вот такие вот вещи. И при этом для того, чтобы это устройство, конечно, было дешевле. То есть для них интересен такой некий вертикализатор в домашних условиях помощник, ну, за минимальную там низкую оплату, которую они определяют, ну, где-то в пределах там стоимости, например, электроколяски, что, собственно, абсолютно оправданно. Мы не только допускаем, мы считаем, что это просто необходимо, поскольку наш опыт, даже годовой, показывает, что технология экзоскелета на сегодняшний день нуждается в медицинском контроле. Это люди, которые, пилоты, которые погружаются в экзоскелет, имеют разную степень тренированности, имеют разную степень адаптации к физическим нагрузкам, имеют разную степень реагирования эмоциональной, нервной системы, поэтому, безусловно, не нуждаются в этом контроле. И сейчас, собственно, сегодняшнее развитие технологий предлагает много различных модификаций такого контроля. Одну из них, вот, например, мы сегодня показывали на конференции, это технология дистанционного контроля кардиоинтервала грамма, которая достаточно известна в спортивной практике уже и точно так же может использоваться у наших пациентов. Если, наверное, говорить о тех мечтах, что ли, может быть, каких-то, они не очень у нас амбициозные, это, наверное, скорее, как раз вот иметь возможность развивать то, что я вам рассказывал, стационарную технологию применения экзоскелета. Это возможность комбинации экзоскелета с различными абсолютно другими методами воздействия на место повреждения, травмы и так далее. Это электростимуляция, это трансмагнитная стимуляция мозга, в том числе и спиновая, и транскраниальная магнитная стимуляция. Много-много разных таких вот виртуальных и та же самая реальность. То есть технологии, которые дали бы нам возможность действительно реально приближать пациента к большему результату, к, наверное, более высоким эффектам, когда он максимально адаптирован. Адаптируется к тем условиям, возвращается, наверное, к той жизни, которую, в общем, как бы имел до травмы в том состоянии, в котором есть на сегодняшний день. На сегодняшний день все-таки мы реабилитацию рассматриваем как не цель восстановить, а цель максимально приблизить, сделать возможным проживание в том состоянии, в котором он есть, в тех условиях, которые были до травмы. Уважаемые коллеги, тоже для нас большая честь, что нас пригласили присутствовать на данном форуме. Мы хотим поделиться своим совершенно небольшим еще опытом работы с экзоатлетом. Наше учреждение работает с экзоатлетом с июля 2017 года, чуть больше одного года. Работаем мы пока с пациентами только лишь после спинальной травмы, не работаем с инсультами. И сегодня мы хотим рассказать и показать вам своего пилота, самого опытного среди наших пилотов, которые имеют цервикальную мелопатию, как результат спинальной травмы, по адаптации к ходьбе их в экзоатлете. Можно поставить? Всего мы имеем опыт работы с 25 пациентами. Каждый пациент получает 10 тренировок, 5 дней в неделю, без выходных. Средний возраст пациентов наших, достаточно они все молодые, были 35 лет. И вот вы видите, среди них 6 пациентов с повреждением шейного отдела. Средний возраст пациентов с повреждением шейного отдела составил 34 года. Среди них был один пациент, у которого с момента травмы прошло 17 лет, у большинства пациентов это от 2 до 4 лет. Вот внизу расписаны все наши пилоты. И вы видите, что 2 из них получили уже 4 тренировочных цикла по 10 занятий. Периодичность циклов примерно раз в 3 месяца. И ряд пилотов у нас пока получили по одному циклу. Мы отработали некие критерии допуска к тренировкам в экзоатлете, не только пациентов с повреждением поясничного и грудного, на уровне поясничном и грудном, но и прежде всего пациентов с повреждением на шейном уровне. Это, конечно же, стабильная гемодинамика при вертикализации в полный рост. Это очень важно. В плане безопасности. Безусловно, сила мышц спины должна быть достаточная, чтобы удерживать себя долго в вертикальном положении. И пациент должен сидеть, ну, как минимум 2 часа без опоры в кровати со спущенными ногами, без нарушения гемодинамики и без падений. Сила мышц верхних конечностей, особое внимание у пациентов с цервикальной миалопатией. Дистальные отделы все-таки должны иметь силу мышц не менее 2 баллов. Мы покажем, как мы фиксируем кисти рук на опоре, но при полной их плегии, к сожалению, это не удается, потому что опорная функция кисти хоть какая-то, она все-таки необходима. И, безусловно, у данной группы пациентов желание пациента является основополагающим. Если пациент не захочет, мы не сможем его поставить в экзоатлет. Ну, что мы применяем для того, чтобы адаптировать пациента к экзоатлету? Наверное, ничего удивительного. Это, конечно, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК, потому что только врач либо инструктор ЛФК может понять, какие мышцы и в какой мере можно укреплять для того, чтобы пациент не имел неких пастуральных нарушений при вертикализации в экзоатлете. Безусловно, мы применяем для этого же и массаж, и электростимуляцию, и цели понятны. Безусловно, мы не можем получить силу мышц в 5 баллов, прежде всего в руках, но мы пытаемся достичь максимально возможного уровня силы в мышцах. Адаптируем таких пациентов мы тоже поэтапно. Этапы, наверное, тоже никого не удивят. Некие такие археичные этапы – это вертикализация с коленоупорами и фиксация таза у шведской стенки. Кто работает с экзоатлетом, все понимают, что фиксация таза очень важна, когда пациент встает в экзоатлет. У данной группы пациентов есть с этим большие проблемы, иногда требуется достаточно много времени, чтобы адаптировать именно этот момент к занятиям в экзоатлете. Затем мы пациента ставим в имитатор ходьбы, затем переходим к ходьбе в туторах, в брусьях, до экзоатлета. Все-таки в туторах им более легко адаптироваться. Экзоатлет все-таки это некая железная машина, и опасность получения травмы достаточно высока, и имеет он свою массу. Далее мы ходим, как рекомендовано, с этими пациентами в брусьях. Затем переходим на ходьбу в экзоатлете в опорах-ходунках, также для того, чтобы максимально безопасно адаптировать уже дальше к ходьбе пациента на костылях. Фиксируя руки, вы видите, это определенные фиксаторы, наши врачи ЛФК сами к этому пришли, и затем уже переходим к ходьбе в экзоатлете с этим пациентом на плоскости. Безусловно, как только мы начали заниматься пациентами с повреждением на уровне шеи, спинного мозга, мы задались вопросом контроля безопасности тренировки. Используем мы методологию, которая была разработана в нашем университете Лобачевского-Нижегородском. Это телеметрия сердечного ритма. Мы каждый датчик на тело пациента фиксируем у всех таких пациентов, и что мы можем видеть? Вот пример, да, пилот, первая тренировка. Что мы видим? Вот это базовая телеметрия, которая, по сути, показывает частоту сердечного ритма и РР-интервалы. Доктора меня поймут, мы смотрим адаптацию человека к физической нагрузке по состоянию вегетативной нервной системы, по соотношению симпатического и парасимпатического статуса. И мы видим, вот пациент начал тренировку, и у него произошел некий провал. Человек по природе своей парасимпатик, и он на стресс среагировал урежением частоты сердечных сокращений. Чем нам это помогает? Тем, что мы прекращаем тренировку. Вот этот зелененький квадратик, пилот отдыхает, восстанавливает свой уровень своего сердечного ритма, частоты. И затем мы продолжаем тренировку. И вы видите, человек достаточно молодой, физически хорошо до этого был подготовлен. Ему удалось адаптироваться за несколько часов к предложенной нами физической нагрузке. Этот же пациент, вторая тренировка, и мы уже видим, что провала у него в гемодинамических нарушениях нет. И таким образом мы можем позволить себе продолжать тренировку столько, сколько мы считаем нужно по нашей выработанной программе, безопасно, без риска развития угрожающих каких-то сердечно-сосудистых эксцессов. Вот тот же данный пациента, это результирующие показатели. Вот здесь показана динамика изменений вегетативной нервной системы в течение девяти тренировок. Некие результирующие расчетные данные представляют из себя возможность измерения адаптационного потенциала и индекса вегетативного баланса. То есть насколько у человека вегетативная нервная система балансирует между симпатической и парасимпатической и дает стабильную гемодинамику и стабильный сердечный ритм. И мы видим, что данный пациент в течение девяти занятий достаточно хорошо адаптируется к физической нагрузке, что определяет достаточно высокий его потенциал в плане дальнейших тренировок. Ну а для нас, как для врачей, говорит о том, что пациент находится в безопасности. Наверное, вот это все, что я вам хотела сказать, это все, что мы получили за год работы с экзоатлетом и с этой категорией пациентов. Выводы достаточно простые. Безусловно, эти пациенты могут и должны получать занятия в экзоатлете. Мы видим, что может быть тренирующий эффект в плане адаптации к физической нагрузке данных пациентов. Ну и мы считаем, что применяемый нами метод, в общем-то он запатентован, может быть применен в медицинских учреждениях как метод контроля адаптации пациента к физической нагрузке. И прежде всего это важно для пациентов с повреждением на шейном уровне. Спасибо большое.